Председатель координационного совета народный контроль ЖКХ Роман Казаков с нами в студии. Как вы понимаете, сейчас будем говорить о вещах, связанных с тем, где мы живем. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Тема у нас такая, что управляющая компания должна успеть сделать за три месяца, за лето. Многое. Доброе утро, Иван. Доброе утро. Я к вам присоединен. Видимо, какой-то осмотр имущества. Как это происходит? Ну, начинается все, безусловно, с осмотра. Управляющая компания должна запланировать какой-то перечень мероприятий на грядущие три месяца для того, чтобы дом подготовить к отопительному сезону. Потому что, среди прочего, среди пожеланий жителей, основной задачей все-таки управляющей компании является подготовка дома к грядущему отопительному сезону и проведение всех необходимых мероприятий и ремонтных работ. А для того, чтобы новый отопительный сезон прошел так же гладко, как предыдущий, и люди в своих квартирах были в тепле и в комфорте. Поэтому первое, что управляющая компания должна сделать, безусловно, должна провести весенний осмотр. У нас сейчас прекращается подача отопления в многоквартирные дома. Наконец-то к нам пришло лето. И управляющие организации должны осмотреть все общее имущество, в каком оно находится состоянии. Осмотреть чердак, крышу, технические этажи, осмотреть подвал, осмотреть отмостку, может быть, осмотреть малые архитектурные формы, которые есть на придомовой территории. В общем, все, что им передано в управление, они должны оценить своим чутким взором. И желательно это сделать вместе с жителями многоквартирного дома. Как раз вопрос, мы в этом участвуем как жители? У нормальных управляющих компаний да. То есть, если управляющая компания оставляет желать лучшего, то, скорее всего, они жителей на такой осмотр не пригласят. Но ответственные управляющие организации жителей всегда приглашают. Почему? Потому что с ними сильно проще тогда согласовать эти работы, не надо ничего объяснять. Дополнительно вы сами все своими глазами видели. Понятно, что никто не вводит за руку весь дом, потому что, ну, это, мягко говоря, невозможно, да и не надо. Обычно приглашают либо представителя совета дома, либо там нескольких членов совета дома, для того, чтобы они вместе с представителем управляющей компании прошли по дому и посмотрели, что действительно нужно сделать. Вся эта информация, которую они зафиксировали, отражается в акте весеннего осмотра. И этот акт служит основанием для дальнейшего планирования всех необходимых работ, которые в доме будут проводиться в течение лета. Ну, или то, что накопилось за зиму, да, когда нельзя было сделать, когда было отопление, да, например. Ну, в том числе, да. Если это не какие-то были срочные работы, а вот они все-таки требовали каких-то мероприятий, то, безусловно, это все отражается в документе и дальше планируется. А вот в этом плане будет что-то, что имеет первостепенную важность? То есть какое-то вот это вот планирование, вот это мы быстренько, а вот тут не очень быстренько, только временем различаются или еще какими-то факторами? Различается, например, необходимостью согласия собственников. То есть первое, что может сделать управляющая компания, управляющая компания без согласия собственников может сделать аварийные работы, может сделать какие-то сезонные мероприятия и текущие работы. Что с аварийными работами понятно, если у нас козырек над подъездом покосился, его сделают без согласия собственников, потому что есть угроза жизни и здоровью граждан. Что значит сезонные работы? Например, из обязательных это, безусловно, пробывка системы отопления для того, чтобы у нас, опять же, отопительный сезон случился. И текущие работы. Но вот к текущим работам всегда относится то, что управляющая компания делает по ходу исполнения своих прямых обязанностей. Например, то есть занимается уборкой придомовой территории, либо если видят, что где-то задвижка проходилась, или, соответственно, заржавела, или вышла из строя, то и не меняют. Это все проводится без решения общего собрания собственников. И это правильное требование законодательства, потому что если по каждой задвижке собирать общее собрание, то на самом деле это проблематично. Есть работы, которые на общем собрании все-таки требуются утверждать. Это работы, которые предполагают использование средств собственников, передаваемых по текущему ремонту. То, что у нас относится глобально к текущему ремонту, управляющая компания с общим собранием должна будет согласовать. Например, если управляющей компанией было установлено, что у нас где-то проходилась крыша, у нас где-то потрескалась отмостка, где-то у нас, может быть, трубы необходимо поменять в каком-то количестве погонных метров. В этом случае управляющая компания действительно инициирует общее собрание и на общем собрании утверждает вот эти работы, которые требуются выполнить в многоквартирном доме для дальнейшего его нормальной работы. Уже давно распространенная практика, уже лет шесть, с момента появления соответствующей нормы в законодательстве, когда полномочия по принятию решений на общем собрании передаются от общего собрания собственников Совету Дума, но только в части, и другие полномочия не могут быть переданы только в части текущего ремонта. То есть для того, чтобы не собирать весь дом, для того, чтобы не выполнять вот эту огромную процедуру с уведомлениями, передачей документов и всем прочим, собирается Совет Дума, это там 5-7-10 человек, они собираются у кого-нибудь на кухне или бытово в подъезде и благополучно решают, располагая этими полномочиями, те вопросы по текущему ремонту, которые необходимо сделать. После чего документы передаются в управляющую организацию, и управляющая организация эти документы применяет для дальнейшего уже выполнения своих работ, не опасаясь, что эти работы им не будут оплачены, и собственникам заставят вернуть эти деньги. Ну, одна из главных работ летом, конечно же, это промывка батареи. В этом обязательно порядке нужно сделать, да? Более того, если управляющая компания эти работы не выполнит, либо выполнит, но не сможет подтвердить, такой многоквартирный дом не будет принят в качестве подготовленного к отопительному сезону, потому что каждый многоквартирный дом по окончании летнего периода имеет соответствующий документ, он называется паспорт готовности многоквартирного дома. Этот паспорт готовности управляющая организация передает в администрацию города, и администрация города осуществляет контроль. Понятно, что пройти больше 5000 многоквартирных домов ногами администрация города не в состоянии. Столько людей просто нет, и даже если весь штат администрации города выйдет на эти осмотры, они все равно все 5000 домов, скорее всего, не пройдут. Поэтому такие проверки осуществляются выборочно. Если вы понимаете, что ваша управляющая компания халтурит, если вы подозреваете, что управляющая компания, скорее всего, нарисует документы, никаким образом не проведя нужные мероприятия, вы можете в администрацию города соответствующий сигнал подать, и исходя из опыта прошлых лет, такие выборочные осмотры, безусловно, будут проведены, и управляющие компании все-таки укажут на недоработки и потребуют все-таки привести все в соответствие. В общем, если вы летом не услышали шум компрессора во дворе, да-да-да. Значит, промывки... Или хотя бы шум батареи. Да, или хотя бы шум батареи, то наверняка такую процедуру не делали. Хорошо, можно ли посоветовать управляющей компании обратить внимание на что-то, да? То есть, наверное, это нужно сделать. Безусловно, это как раз в то время, вот, ну, у нас, к сожалению, весна затянулась, точнее, приход лета затянулся. Мы все очень хотели, чтобы у нас тепло было уже в начале мая, но, увы, к июню только раскачались. Конечно, это то самое время, когда с управляющей компанией необходимо согласовать все те ремонтные работы, которые мы хотели бы у себя во дворе видеть. Понятно, что установку малых архитектурных форм поздней осенью или зимой никто делать не будет. Но если мы понимаем, что они нам нужны, лавочки, скамейки, горки, карусельки, это самое время их согласовать на общем собрании либо решением совета дома и их поставить. То же самое касается штукатурно-малярных работ в подъезде. Мы помним, что у нас есть требование, мы его неоднократно в этой студии озвучивали, что штукатурно-малярные работы в подъезде проводятся не реже, чем один раз в пять лет. Понимаю, что для многих телезрителей это стало удивлением, потому что ремонт они не видели лет 20 уже, но, тем не менее, есть законодательно установленные требования. И если управляющая компания обеспечена достаточным количеством денежных средств, они обязаны его исполнить. Так вот, самое время его исполнить именно летом, когда сама процедура проведения этих работ имеет минимальную стоимость из-за того, что температура на улице располагает, и можно применять более дешевые расходные материалы. И в дальнейшем эти действия осуществлять. Поэтому лето это тот самый период, когда можно, в том числе, знаете, планировать утепление и модернизацию, когда у нас самое время поставить, допустим, вместо деревянных оконных блоков окна ПВХ и, соответственно, сэкономить то тепло, которое у нас приходит в дом, чтобы оно не вылетало на улицу, и мы ее не обогревали. А сейчас как раз управляющие компании, и вот весной, когда у нас оно уже закончилось, уже фактически летом, и в начале осени управляющие компании должны будут проверить, в том числе, и целостность теплового контура на предмет его нарушений. Это как раз процедура обеспечения сохранения тепла в многоквартирном доме. То есть если где-то фурнитура на окнах отсутствует, то ее должны восстановить. Если оконные блоки где-то повреждены, либо стекла выбиты, их должны восстановить. То же самое, как я уже сказал, касается отмостки, то же самое касается теплоизоляции на трубах в многоквартирном доме. То есть все эти мероприятия, которые обеспечивают максимальное сохранение тепла в многоквартирном доме, управляющая компания должна провести именно сейчас. Будем надеяться, так и будет. Правда же? Обязательно. Следите за своими управляющими компаниями, указывайте на недочеты, недоработки, и встретим новый холодный сезон вместе. Финальный вопрос, Роман. В том доме, в котором вы живете, все ли хорошо? На удивление все прекрасно. Они знают, кто живет в нем. Приходите к нам еще, мы вас будем ждать. Продолжим программу.